здравый смысл доброе утро в эфире программа здравый смысл программа о том что делает нас лучше и сегодня у меня такая очень важная тема они мало кто еще знает но она набирает такую популярность это ксеноэстрогены это псевдогормоны которые попадают к нам в организм разными способами в общем то его портят и по этому случаю я пригласила к нам в студию гостью алену попову это врач акушер-гинеколог врач узи диагностики кандидат медицинских наук врач превентивной и интегративной медицины ассистент кафедры акушерства и гинекологии в кировском государственном медицинском университете доброе утро алена здравствуйте хочу сразу спросить не вредно ли сейчас пить воду из бутылок пластиковых я ожидала этот вопрос раз уж я популяризирую здоровый образ жизни превентивную медицину то я должна этому соответствовать однако мы живем современном обществе и на сто процентов минимизировать и исключить пластик из своего бихота практически невозможно невозможно да но есть хорошая минеральная вода которая разливается в пластиковые бутылки разумеется я не буду повторно наливать уже в использованную бутылку воду и я считаю что если ежедневно работать над системой детоксикации то можно себе позволять так в чем же опасность вот если связать тему ксеноэстрогены и пластиковые бутылки с водой в чем же опасность в чем там риск ксеноэстрогены как вы уже сказали это псевдогормоны в переводе это чужеродные эстрогены их так назвали потому что они имеют сродство к эстрогеновым рецептором они на них садятся и вызывают эстрогеноподобные симптомы состояния или еще это называется синдромом доминирования эстрогенов а как известно эстрогены в норме они вызывают рост чего-либо в норме у женщины они вызывают рост фолликулов рост эндометрия рост молочных желез рост матки во время беременности но при а за лишний вес набор веса не отвечает да разумеется но при их избыточном потреблении при потреблении ксеноэстрогенов вызывает они вызывают рост чего-то не богоугодного то есть это миомы матки эндометриозы это фибраденомы молочных желез предменструальный синдром онкозаболевания причем не только у женщин но и у мужчин а как почему вот эта тема стала подниматься только сейчас врачи видимо пришли каким-то выводом после неких исследований лишь что произошло что забили тревогу началось все с известного ксеноэстрогена бисфенола а это что так вот если где где он содержится он содержится в основном в пластике его признали опасным всего лишь 10 лет назад однако синтезирован он в 1891 году давно и активно он используется в производстве в течение уже 50 лет но с 2010 года и американское европейское канадское общество по контролю по безопасности продуктов питания они признали вред бисфенола а для человека и в этом же году всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет согласно которому только большие дозы приносят вред для здоровья однако согласно исследованиям даже минимальные дозы могут вызывать и сердечно-сосудистые заболевания и сбои в работе эндокринной эндокринных желез и ожирение и развитие рака и опухолей и вот есть такой интересный факт что во время периодических медицинских осмотров в моче кассиров у супермаркетов была обнаружена на и намного более высокая концентрация вот этого бисфенола аксия на эстрогена чем у других сотрудников а почему с чем это связано это связано с тем что при прикосновении к чеку сухой чистой рукой остается да вот этот бисфенол а и он впитывается и попадает соответственно в кровоток а потом в мочу и даже вот при прикосновении от к одному чеку количество бисфенола а остается настолько большим что ужасающие результаты если честно ведь это нас сейчас окружает повсюду вся эта история давайте может быть перечислим где еще могут содержаться кроме пластика да и мы понимаем так что пластик это пластиковые посуды это бутылки это пакеты да 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 а как попадает все таки этот ксеноэстроген из пластика к человеку вот здесь вот ну чтобы понятен был путь ну прежде всего ксеноэстрогены содержится еще вот в пластике как мы сказали также такие известные вещества как в талаты они есть в дешевых пластмассовых резиновых игрушках это парабены содержащиеся в косметике средствах гигиены ксеноэстрогены проникают к нам к сожалению из продуктов питания причем туда они могут попадать не только из пластиковой упаковочной тары но также из жестяных консервных банок так как их покрывают слоем полимеров изнутри и из некоторых пищевых красителей консервантов пестицидов из гормонов которыми пичкают животных для повышения удоя и массы соответственно с мясом с яйцами с молоком стройматериалы содержат ксеноэстрогены клей лаки смазки хлор поверхностно-активные вещества то есть практически вся бытовая химия чековая лента про которую мы сказали ну я так полагаю что если допустим косметику мы как-то можем заменить на какую-то натуральную что-то еще но мы от большинства других источников не избавимся нам не уйти всем в тайгу вот что здесь посоветуете как минимизировать что точно исключить и что делать в этих случаях чтобы вред бисфенола а и других ксеноэстрогенов минимизировать следует насколько это возможно избегать контакта с продуктами содержащие это соединение первую очередь изучать маркировку пластика 2 4 5 это наиболее безопасные виды пластика но и не следует в него также повторно наливать например воду если он какой-то поцарапанный или поврежденный поврежденный обесцвеченный тоже стоит от этого избавляться обращайте внимание из чего изготовлены игрушки аксессуары которые вы покупаете своему ребенку это могут быть пустышки детские бутылочки там должна быть маркировка бипи эй без без бисфенола а обращайте внимание во что упакована еда которая вы покупаете не нагревайте пищу пластиковом контейнере микроволновке или в горячей воде всегда ее перекладывайте в стеклянные емкости не храните еду в пластиковых емкостях или пакетах где нет содержит четкой маркировки о том что они не предназначены для контакта с пищевыми продуктами и свободные от ксеноэстрогенов избегайте овощей безалкогольных напитков в жестяных банков а если уже купили то после открытия переложите или перелейте продукты в стеклянную банку или другой безопасный сосуд мойте руки после контакта с чеками из банкомата квитанциями напечатанными билетами вообще в современном мире полностью избежать ксеноэстрогенов и вот этого бисфенола а бисфенола c невозможно это вещество очень широко используется при производстве огромного количества продукции и бисфенол а можно обнаружить в моче практически каждого человека причем возможно даже в превышающих стандарт количествах да единственное что нам остается это зная как вреден для здоровья бисфенола ксеноэстрогены не пренебрегать гигиеной быть бдительными при совершении покупок заниматься своей детоксикации ежедневно больше двигаться вовремя ложиться спать и минимизировать стресс ну да это очень важные такие параметры вот и хотел еще спросить стоит ли в связи с этим может быть какие-то дополнительные лабораторные исследования проходить всем ну там да там тот же анализ мочи и так далее может быть на гормоны как проверяться здесь чтобы посмотреть что все в норме чекап следует проводить не реже одного раза в год с обязательным подробным осмотром пациента мазками на онкоцитологию и ультразвуковым исследованием при подозрении на вышесказанный синдром доминирования эстрогенов нужно конечно смотреть гормональный статус и при подтверждении его заниматься последующей детоксикацией нашем городе к сожалению нет анализа на ксеноэстрогены вот на частности на бисфенола бывает еще три глаза еще различная там целая панель это делается только в крупных городах у нас пока это не востребовано но вероятно скоро это нам придет но системой детоксикации вообще нужно заниматься ежедневно а можете такой must have вот может быть свой личный пример или что входит в ежедневную детокс систему органы детоксикации это на жкт которую входит печень и желчеводящие пути также кишечник это почки эта система лимфатическая система это потовые сальные железы и локтирующих женщин это молочные железы когда все эти органы включены то есть они работают нормально должным образом каждый день то считается что мы защищены то есть этого достаточно этого да достаточно но если происходит сбой хотя бы где-то в одном из органов то соответственно нагрузка ложится на все остальные и токсины и метаболиты они начинают выводиться даже из тех слизистых через которые не должно бы выводить слизистая носа аллергии могут появляться полинозы слизистая глаз эндометрии у женщины возникают эндометриоз поэтому следует заниматься фундаментальными вещами то есть это должно быть рациональное питание с исключением простых углеводов лектин содержащих продуктов глютена это достаточный питьевой режим для того чтобы включились в работу почки как один из главных органов экскреции это занятие желча током для того чтобы печень выводила а что входит занятие желча током что это имеется ввиду это тема еще одного прямого эфира да я понимаю но если вкратце я вот насколько знаю я да там своих какие-то знания и практики что это йоговское дыхание можно подключать какие-то наклоны да то есть чтобы запускать да да есть такие упражнения специальные упражнения для желчного пузыря ну для того чтобы желчь была текучей это нужно пить как можно больше воды лучше минеральной воды высоко магниевой это вот упражнения это двигательная активность хорошая хотя бы 10 тысяч шагов в день можно периодически пропивать аминокислоты которые носят желчные кислоты это какие это таурин это глицин можно лицетин подключить также не допускать запоров потому что желчина она она выходит попадает в кишечник и соответственно как экскритируется через уже прямую кишку насколько я знаю здесь вот тоже в нашей студии были представители тоже превентивной холистической медицины и все говорят о необходимости детокса как минимум там четыре раза в год какой-то комплексный подход там 21 день вот достаточно ли этого допустим четыре раза в год там провести этот детокс 21 день да и нужно жить обычной жизнью я считаю что детоксикации нужно заниматься ежедневно ну хотя бы следить над тем чтобы не происходили сбои в этих вот вышесказанных органах это ну хотя бы физическая активность достаточная это уже запускает лимфатическую систему это недопущение запоров это достаточно питьевой режим простые казалось бы вещи да но мы часто как-то что-то упускаем из виду это фундаментальные вещи не хватает дисциплины видимо к сожалению и приходится на приемах это объяснять пациентам это должны говорить все врачи согласно ну наверное просто не хватает времени на приемах 12 минут на человека это очень мало да я понимаю в том числе поэтому наша программа здесь и создана да чтобы какие-то основы информационные все-таки людям объяснять доносить как нужно заниматься здоровьем и что это именно задача каждого из нас а не задача докторов да то есть доктор это уже специалист который условно вмешивается когда что-то пошло не так поэтому я очень рада что у нас в студии я напомню алена попова врач акушер гинеколог кандидат медицинских наук врач превентивной интегративной медицины я всегда рада таких специалистов студии приглашать потому что люблю этот комплексный подход когда лечат не просто какое-то заболевание смотрят организм в целом еще перейдя к ксеноэстрогенам хотела пояснить такой момент влияет ли это как-то на детский организм да разумеется ксеноэстрогены это невидимые убийцы эндокринной системы и мы уже столкнулись с пандемией бесплодия и страшно представить что же ожидает в будущем наших детей первую очередь ксеноэстрогены влияют на репродуктивную систему и на мозг они накапливаются и уже к детородному возрасту могут вызывать необратимые изменения в виде нарушений сперматогенеза приводить к синдрому преждевременной яичниковой недостаточности это преждевременная менопауза у женщин это патология щитовидной железы сахарный диабет ожирение аутоиммунное заболевание онкозаболевания поэтому я призываю к осознанному потреблению к выбору пластмассовых резиновых игрушек для детей бутылочек для кормления пустышек погремушек и так далее а также все следованию всем тем правилам которые я рассказала выше интересный получился разговор я благодарю алену попову врача акушерогинеколога специалиста узи диагностики кандидата медицинских наук врача превентивной и интегративной медицины за этот разговор и я думаю что мы при размещении программы на платформе по в подкастах обязательно укажем правильные маркировки на пластике на которые нужно обращать внимание спасибо вам большое алены спасибо вам большое за приглашение я всегда с большим удовольствием делюсь своими знаниями и буду рада встрече снова взаимно всего доброго до свидания до свидания здравый смысл имеется противопоказания проконсультируйтесь у специалиста избранных мероприятий